Здравствуйте! На телеканале Видное ТВ новости. Меня зовут Дмитрий Книга и я расскажу вам обо всех главных событиях Ленинского района. Развитие ситуации с закрытием школы в Горках Ленинских. Подскажите, пожалуйста, определились вы с устройством своего ребенка Павла в школу? Неделя доброты и щедрости завершена. Подведем итоги. Когда находятся люди, готовые что-то взять от себя и дать другому, это очень приятно. Спарта НТК провела игру против Енисея. Красноярск – это хорошая сбалансированная команда с опытными русскими игроками. С момента решения Роспотребнадзора Московской области по закрытию единственной школы в Горках Ленинских прошел уже почти месяц. Большинство ребят продолжают учебу в других общеобразовательных учреждениях Ленинского района. Больше всего детей учатся в новой Видновской школе номер 11. И хотя очевидно, что каждому ребенку надо учиться, с выбором школы определились еще не все семьи. Тему продолжит Екатерина Борисова. Каждое утро у остановки амбулатория в Горках Ленинских бывших учеников школы Горки ждут два больших комфортабельных автобуса, которые затем повезут их на учебу в Видновскую школу номер 11. На данный момент туда временно перевелись 150 ребят. Для удобства школьников и их родителей администрация Ленинского района организовала перевозку детей до образовательного учреждения и обратно. Первоклассник Даня Бессонов учится в 11-й школе уже три недели. Школа семье Дане нравится, да и добираться удобно. Когда успеваю завозить его, то завожу. Когда не успеваю, то на автобусе. Школа хорошая. Ну, конечно, неудобно то, что рано вставать приходится ребенку, но так, в принципе, устраивает все. Родители бывших учеников школы Горки для продолжения обучения могли выбрать любое учебное заведение Ленинского района. С каждой семьей вопрос решался в индивидуальном порядке. Мы с женой проехали все близлежащие школы, которые были возможны. И в этом плане я хочу сказать спасибо организаторам этого процесса непростого, которые предоставили возможность выбрать с точки зрения транспортировки детей, с точки зрения условий обучения, особенно в часы утреннего трафика. Это оказалось оптимальным решением. Автобусы от остановки амбулатории отправляются в 7.15. В каждом по два сопровождающих. Одновременно с ними из населенного пункта выезжают еще два автобуса со школьниками. Один забирает 14 учеников от школы, другой – шесть учеников из деревни Горки. В купельнике их встречает третий сопровождающий. Мы встречаем детей с утра, рассаживаем их в автобус, переписываем пофамильно. Ну и потом смотрим за порядком в автобусе, чтобы они были пристегнуты. Обратно в Горки детей отвозят каждый час, начиная с 13.00. Последний автобус отходит от школы номер 11, 18.30. Он забирает ребят, которые остаются на продленку. В настоящее время в школах Ленинского района обучается 249 детей из школы Горки. 150 из них обучается в Видновской школе номер 11, 71 – в среднеобщеобразовательной школе совхоза имени Ленина, 13 детей в Калиновской школе, 6 детей в Петровской начальной школе, 4 человека обучаются в Видновской школе номер 1, 2 человека в Видновском художественно-техническом лицее и по одному человеку в Развилковской школе, в Видновской школе номер 9 и номер 6. При этом 8 учеников закрывшейся школы, зарегистрированных в Ленинском районе, до сих пор не зачислены в образовательные учреждения. С родителями этих ребят сотрудники Управления образования в ежедневном режиме поддерживают связь. Здравствуйте, Елена Владимировна. Вас беспокоит Управление образования Администрации Ленинского муниципального района, начальника отдела развития общего образования, половинки Нольга Николаевна. Подскажите, пожалуйста, определились вы с устройством своего ребенка Павла в школу? Такая совместная работа приносит свои плоды. Постепенно все школьники будут размещены по учебным заведениям. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Винетва. Валерий Венцель назвал главные транспортные проекты Ленинского района. Власти муниципалитета осознают, что дорожные проблемы требуют оперативного решения. Реализация стратегии предусматривает строительство новых выездов и модернизацию участков дорог с высоким трафиком. Более шести проектов на общую сумму около 10 миллиардов рублей готовят к реализации в муниципалитете с 2019 по 2021 год. Мы отвечаем за развитие Ленинского района. Однако муниципалитету сложно решить крупные проблемы без губернаторской поддержки и участия областного бюджета. Главная задача за всеми километрами строек создать по-настоящему удобную для всех жителей района транспортную инфраструктуру. Также глава добавил, что работа в этом направлении уже началась. Будет проведена реконструкция Каширского шоссе. В рамках комплексного плана модернизации данной дороги увеличится ее полосность с четырех до шести. Проект предусматривает реконструкцию от Каширского шоссе до деревни Месайлова и строительство нового направления до Нижнего Мячкова. Выезд из шестого микрорайона на трассу М4 Дон. Микрорайон считается одним из самых густонаселенных. Проект напрямую касается жизни более 55 тысяч жителей Видного. Он позволит улучшить дорожную ситуацию и обеспечит выезд, минуя круговое движение на пересечении улиц Березовой, Советской и проспекта Ленинского комсомола. Калиновка Сопронова-Ермолина. Документация по этому проекту уже находится в Мособлэкспертизе и на нее получено положительное заключение. Предполагается капитальный ремонт автомобильной дороги с целью приведения ширины проезжей части к нормативному значению с последующей асфальтировкой, устройством тротуаров и уличным освещением. Советская школьная. Проект предусматривает расширение автомобильной дороги до четырех полноценных полос движения и устройство переходно-скоростных полос, позволяющих развести потоки транспортных средств. Советская, проспект Ленинского комсомола, Березовая. Этот проект будет предусматривать устройство дополнительных полос следований со стороны Советской на ПЛК, а также со стороны ПЛК на Березовую улицу, минуя заезд на участок кругового движения. Представители Ленинского районного отделения торгово-промышленной палаты Московской области посетили ассоциацию военнослужащих, уволенных в запас и отставку перспектива, чтобы оказать адресную помощь одному из членов организации. С какими подарками приехали гости, расскажет Юлия Погасьян. В Ленинском районе подошла к концу масштабная благотворительная акция «Неделя доброты и щедрости». На протяжении семи дней неравнодушные жители муниципалитета предоставляли помощь нуждающимся в этом людям. Многие предприниматели подключились к инициативе. Большой вклад внесли представители торгово-промышленной палаты. Предприниматели района, которых на сегодняшний момент объединяет торгово-промышленная палата, они в общем-то социально активны в этом плане и готовы откликнуться на любую помощь, которая требуется тем людям, которые им необходимы. Благотворительность была оказана не только в виде товаров первой необходимости. Адресную помощь получила семья члена Ленинской районной ассоциации военнослужащих, уволенных в запас и отставку ветеранов войн и военной службы «Перспектива». Супруга Андрея Бирюлина Вера Ивановна уже много лет прикована к коляске, которая давно нуждается в замене. Средств на новую нет. Получить в подарок современную инвалидную коляску с электроприводом для них было приятной неожиданностью. Остальным членам ассоциации, а это в частности матери и вдовы участников войн предприниматели подарили комплекты качественного постельного белья. Нам эта помощь важна и мы выражаем благодарность торгово-промышленной палате за эти подарки. Представители торгово-промышленной палаты и ассоциации военнослужащих договорились о дальнейшем сотрудничестве с обеих сторон. Юлия Пагасян, Владимир Бижон, Ольга Садовская. Видно это. В продолжение темы. В рамках недели доброты и щедрости членам общества инвалидов вручили подарки. Поддержку оказали организации и предприниматели Ленинского района. Подарки были самыми разными. Лекарства, медицинские принадлежности, спортивный инвентарь. Собравшиеся остались довольны, оказаны благотворителями поддержкой. Для Ольги Варламовой, члена общества инвалидов, одним из главных подарков стало внимание людей. Мы общаемся, мы делимся тем, что нас волнует, к нам прислушиваются. Свой вклад в акцию внесли воспитанники детских садов и учащиеся школы Ленинского района. Их творческая поддержка вызвала яркие эмоции у членов общества. В этой акции особое внимание к детям. Принимали участие детские сады, солнышко, родничок, вторая школа. Такую акцию нам устроили, концерт, подарки. Это настолько трогательно, что, ну это не передать словами, до слез это трогает. Это прививается в нашем районе с детства. У Тамары Василенковой мама инвалид. И из дома выходит редко. Получить поддержку от незнакомых людей женщины даже и не рассчитывали. Однако подарки от благотворителей укрепили веру Тамары Ивановны в человеческую доброту. В городе есть люди, которые думают и помогают нашему обществу. А люди с ограниченными возможностями, они нуждаются действительно в этой обществе. То, что делает государство, не всегда достаточно. Поэтому, когда находятся люди, готовые что-то взять от себя и дать другому, это очень приятно. Акция завершилась, и никто из членов общества инвалидов не остался без подарка. Неделя доброты и щедрости в очередной раз напомнила всем нам об одном важном правиле. Каждому человеку порой необходимо внимание и поддержка. Акция «Щедрая корзина», которая также проходила в рамках Недели доброты и щедрости, позволила собрать для нуждающихся людей продукты и товары первой необходимости, игрушки и предметы личной гигиены. О некоторых эпизодах этой акции расскажет Максим Козлов. Ароматные лепешки, овощи и фрукты, крупы и сладости. Нет, в кинотеатре искренне открылся «Восточный базар». Здесь проходит акция «Щедрая корзина». Все продукты свежие, а выпечка, что называется, с пылу, с жару. Азербайджанский хлеб. Это который нам прислали из тандыра сегодня, прямо испихли. Есть у нас такой товарищ Адалят Кульев. Это он сказал, что я горячее испиху, чтобы в 12 часов мы подоспели. Продукты собрали для нуждающихся жителей Ленинского района члены национальной культурной автономии Азербайджана. Свою лепту внесли и представители землячества пакистанцев. В этом проекте по сбору этих продуктов участвовали все члены национальной культурной автономии азербайджанцев Ленинского района. Здесь каждый от души что-то проносил. Здесь наши друзья пакистанцы тоже участвовали в этом проекте. Так что все эти подарки от души мы сегодня привезли сюда, чтобы раздать особо нуждающим семям. В неделе доброты и щедрости в Ленинском районе участвуют как рядовые граждане, так и общественные и коммерческие организации. Например, для членов общества слепых меценаты закупили несколько тростей. Чем она хороша, эта трость? Когда слеповище человек приходит через дорогу, не обязательно, что там, не везде у нас звуковые светофоры, сами знаете. В таком случае, что мы делаем? Мы делаем прием маятника. Мы вот так крутим эту трость и любой водитель останавливается, потому что он видит, что идет слепой человек. Прямо напротив кинотеатра «Искра» в универсальном магазине также установили щедрую корзину. Свой вклад в доброе дело внесли сотрудники и воспитанники детского сада «Родничок». Ребятки, большое вам спасибо. Кладите в корзиночку свои подарочки. С чем вы пришли? Молодцы, ребятки! Кроме продуктов питания, в том числе для детей, ребята принесли игрушки, пластилин, настольные игры. Из средств массовой информации мы узнали о том, что в Ленинском районе проходит такая замечательная акция «Неделя доброты и щедрости». И сотрудники, воспитатели, педагоги и дети нашего детского сада с удовольствием решили принять участие в этой замечательной акции, чтобы поделиться своей добротой и щедростью. Добротой и щедростью в эти дни поделились тысячи жителей Ленинского района. Второй раз проводится эта благотворительная акция и охватывает все больше неравнодушных людей. В этом году мы по распоряжению главы Ленинского района Винцеля Николаевича расширили эту акцию на территорию всего района. По сравнению с прошлым годом, по нашим подсчетам, собрано продуктов и денежных средств в общем объеме в 2,5 раза больше, чем в том году. В одном только видном собрано более тонны продуктов, а еще оборудование для инвалидов, предметы первой необходимости, предоставлены услуги для малообеспеченных граждан. Я хотела в этой связи поблагодарить всех тех, кто откликнулся на нашу акцию. Это многочисленные и многочисленные жители Ленинского района, это предприниматели с торгово-промышленной палатой во главе. Большую лепту в организацию, в проведение внесли наши общественные организации, они постоянно тоже помогали. Но самую, пожалуй, большую поддержку нам оказала также, как и в прошлом году администрация Ленинского района. И глава Ленинского района Валерий Николаевич Венцы. Цель этой благотворительной инициативы – запустить волну доброты и милосердия, желания и потребности помочь другому человеку – и в этот раз достигнута. Максим Козлов, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ. Спортсменки к матчу готовы. Баскетбольная команда «Спарта-НК» провела первую игру в новом сезоне Премьер-Лиги Чемпионата России. В рамках которого состоялась встреча «Спартанок» с красноярским «Енисеем». Матч прошел во дворце «Спорта-Видное». Уже с самых первых минут поединка на паркете чувствовался дух здорового соперничества. Обе команды – соседи по турнирной таблице и примерно одинаковые по силе игры. Красноярск – это хорошая сбалансированная команда с опытными русскими игроками и с легионерками тоже хорошего уровня. Поэтому я думаю, что сегодня зритель увидит качественный баскетбол. Так и получилось. Временами матч напоминал настоящее сражение. В первой четверти спортсменкам из Красноярска удалось вырваться вперед. Однако уже во втором отрезке наши баскетболистки благодаря слаженной игре и высокому проценту реализации мячей сократили отставание до минимума. А в третьем вырвались вперед. К тому же на стороне «Спарта-НК» были болельщики. Встреча проходила при горячей поддержке родных трибун. Очень увлекательные и очень хорошие наши девчонки. Самые лучшие. Я думаю, мы победим. Что же мы на своем поле, да не победим. Вы что? Конечно, мы. Я, конечно, не сильно разбираюсь в баскетболе. Я просто как бы любитель. Поэтому, ну, мне кажется, что они в хорошей форме. И вот на все матчи, которые я ходила, там их немного, на которых я была, они побеждали. Поэтому, надеюсь, они здесь победят. Благоволила нашим баскетболисткам и спортивная удача. На финишной прямой удалось удержать драгоценное лидерство и вырвать у Красноярска валидольное преимущество. Лучшей баскетболисткой встречи признана спартанка Сивара Нуриддинова, которой, к слову, в день матча исполнилось 20 лет. И о погоде. В четверг пройдет небольшой снег. Днем минус 7, ночью до минус 10 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин